Молодые люди, вы когда-нибудь жарили мандарины? Хочу вас спросить. Я тоже не до этого дня, но теперь это буду делать гораздо чаще. Берем мандарины, чистим их и разрезаем вдоль на две части. Друзья, всем привет! С вами Сан Саныч Богомолов. И сегодня настало время проверить новогодние рецепты из ТикТока. Жареные мандарины. Ну что за шизофрения? Короче, подписываемся на канал, ставим авансом лайк. Погнали со мной в магазин, сделаем небольшую закупочку. Я тут выбрал самые интересные рецепты. Яйца взял. Муки дома нет, на всякий случай возьмем грудка нужна. Колбаса докторская по 47 рублей. Майонез брать не буду, майонез есть дома у меня. Красная рыбка вот такая вот возьмем. Слушайте, ну давайте вот эту вот попробуем, сельдь. Так, все, вот эту вот сельдь еще взять. Оливки нужны, без косточки. Укроп, укроп нужен. Нужен свекла, картофель. Нужен горошек. И нужен огуржец маринованный. Сыр творожный нужен. Вот этот вот возьмем сыр творожный с зеленью. Потом лаваш нужен. И мандарины. Ну что, друзья, сделали небольшую закупочку. Я уже снял несколько новогодних столов. Скоро они выйдут, используя вот этот комбайн. Комбайн я купил в Акурат перед новогодними этими столами. Смотри. Могу уже сделать по нему краткое резюме. Очень быстро. Любой салат делается буквально даже не за 5 минут, за пару минут, там, минуты-полторы. Все. Можно. Крупная терка. Мелкая терка. Кружочки. Кубики. Соломка. Все, что хотите. Любой салат можно сделать здесь. Искал я ее через сервис Е-каталог. Давайте посмотрим. Переходим на сервис Е-каталог. В поиски вбиваем. Сейчас. А, вот я ее. Movie Max. Или Muli Next. Muli Next, да, наверное. Fresh Express Cube Stick 9058. Название, конечно, длинное. От 11889 до 15500. Я как раз ее взял за 1,5 примерно. Описание, отзывы. Ну, что в отзывах пишут? Режет быстро, удобно. Можно использовать свою любую тару, подрезку. В насадке кубиками все застревает. Зачем она вообще нужна? Не знаю. У меня ничего не застревает. Я делал оливье. Вот увидите. Скоро будет видос. Вообще, оливье за пару минут поставил миску. Картофель, яйца, огурцы солененькие, колбасу. Все пропустил через это. Я всегда захожу в где купить раздел. По рейтингу. Здесь, конечно же, по цене. Мы сортируем. Вот 11889 и все дальше, дальше, дальше дороже. Друзья, перед тем, когда что-либо купить, обязательно посетите сервис Е-каталог. Е-каталог это не магазин. Это умный агрегатор, который делает поиск по всем магазинам. Так я сэкономил уже огромную сумму денег. И вам рекомендую начать экономить. Ссылки на Е-каталог будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Ну, а мы начинаем. Ну что, господа, пришел домой. Первым делом поставил вариться овощи. Да? Вот, сварил уже грудку. Она вот здесь у нас отдыхает. Охлаждается. Сейчас сделаем первую закуску. Я, кстати, готовил что-то уже подобное сам. Надо два листа лаваша. Мелкий укропчик. Ой, как вкусно пахнет. Вот это офигенный укроп. Как у бабушки с грядки. Теперь рыбку красную. Теперь огурчик, который мы порезали. Так, его надо отжать чуть-чуть. Огурчик кинули. Теперь укропчика. Так. В рецепте сказали, что, мол, надо еще прям один слой сделать. Ну, я всегда делаю, одного слоя хватало, честно скажу вам. Потому что на второй слой рыбы не хватило почти. Но ничего, будет вкусно, я вас уверяю. Так, давайте-ка вот так. Смотри, сюда лучше. Во втором слое рыбы подобьем сразу вот сюда. О, и тогда будет жир. Стараемся плотнее крутить. А теперь вот так свекла пахнет. Готовлю. Укропчиком пахнет. А почему муку? Друзья, очень необычное блюдо. Оно мне понравилось. И я уверен, что оно будет вкусным. На мелкой терке натираем свеклу. И теперь картоха туда пошла. Одно яйцо. Вареное вкрутую. Картоха ушла. Одно яйцо. Вареное вкрутую. Так. Немного сыра. Сыр любой, на ваш вкус. Я так понял. В рецепте я видел, там еще солят. Вот. Ну, сыр сам по себе чутка солоноватый, да? Плюс майонез, естественно, солоноватый. Так вот, прям ручками чистыми. Блин, что за дивный укроп купил в магазине. Узнаете, как летом у бабушки, когда она салат вот этот с грядки из первой зелени делала. Вот так вот пахло. Вот так вот пахло. Так. Ну, а теперь все просто. Селедочку в центр. Вот такой вот, типа, колобок скатали. Можно поменьше колобки делать. Не сильно большие такие. Так. Селедочку в центр. Селедка под шубой только в такой вариации. Колобок наш готов. И так далее. Вот следующий рецептик вообще интересный мне показался. Грудку я отварил. Его, короче, надо мелко нашинковать. Надо было через мой комбайн пропустить. Быстрее было бы. Прямо очень мелко, около фарша практически, такого рубленого. Сделали. Дальше. Одно яйцо. И сын. Тоже на мелкой терке. Зубчик чеснока. Туда же на мелкой терке. По вкусу там. Либо кто сметану, кто майонез, кто йогурт. Перемешиваем. Так, смотри, как сейчас сказано в видосе было. Так я понимаю. Так вот сделал. Типа эта шкура, да, будет мандаринная. Рукой берешь. Формируешь что-то типа маленького мандаринчика. Сформировал. Так. 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 Я думаю, у меня не получится. Это шляпа. Ёпти. Саночку деснется. Посмотри. Получилось. Мандарин. Куриный. Куриный. Мандарин. Реально. Афигеть. Все. Сюда их выкладываем. Куриные мандарины. Блин. Слишком много куриного сейчас этого взял. Не получится обволокнуть. Не получится. Уже вижу прям сейчас даже. Кто-то же выдумывает эти рецепты. Кто-то сидит и думает, как бы мандарины сделать куриней. Удивлю всех. Придут ко мне гости и скажут, хочу мандарин. А ты им скажешь, на, держи. А он такой, о-о-о-о. Так это ж куриный мандарин. Все, давай в холодильник уберем куриные мандарины. Получилось 5 штук. Вообще надо овощи чистить до варки. Потому что потом невозможно их чистить. Все, он плывет. Кто-то говорит, да, там витамины остаются. Ничего там не остается вареным. Пришло время огурца. Ох, а вот эти вот мне нужны. Черные штучки. Они мне нужны. Надо будет их повылавливать. Ветер, мать, штурвал. Капитан с корабля сбежал. Короче, надо было брать ветчину. Да-да, друзья, не ущипляйтесь. Оливье. Ролд. Вот так вот. Теперь полоска мазика. Вместо сыра, я понимаю, так в Филадельфии, да, горошек пошел в мазик. Витя Бурда там, наверное, перевернулся. От увиденного бы. Ветчиной бы просто, я бы накрыл вот так, смотри, ветчиной, тык. И оно бы красивенькое все было. Опять же, шел майонез. Вот так, ничего страшного, не развалится. Все в холодильник. И, друзья, у меня последнее яйцо осталось, оно как раз сюда и пойдет. Я знаю такой же типа рецепт, но повкуснее. Я думаю, эти все рецепты вообще в тикток пришли из одноклассников. Конфеты, это называются конфеты, кстати, точно. Назвали их конфеты. Потом ты берешь вот так вот, это с майонезом, сыр весь. Такую кисю мисю, да, тут все превратилось. Майонеза слишком много добавил. Можно картошкой разбавить, ну да ладно, не будем. Смотри. Поскручиваешь, такой вот шарик, да. Берешь маслину, туда чесночок в него, вставляешь сюда. Раз, готово. Так, четыре штуки получилось, теперь как? Их надо обвалять в этом. Как я понял, да? Такая красота выходит, понял? Вот так вот, друзья. Пожалуй, ролл из, как он? Оливье ролл, это не самая шизофрения. Самая шизофрения, это жареные мандарины. То есть сначала их жаришь, а потом из этого получается пирог типа. Кстати, вот это блюдо я увидел в интернете, ну в ТикТоке. И у меня родилась идея снять проверку новогодних рецептов ТикТока. Яйцо с сахаром, немного молока, ванилина. Ну там в рецепте пачку бомбанули, я думаю пачка это будет много. И разрыхлитель теста. У нас-то все готово, это последнее блюдо. Хотел еще сделать, короче, мандарины, стеклянные мандарины. Ну, в карамели, шпажек нету. Лучше миксером сбить. Мне кажется, будет невкусно. Просто будет тесто с какой-то непонятной жижей водянистой. С яблоком надо делать такое, да? Корица, яблоко туда добавлять. Запах, вкус добавлять. Во! Вот так. Вот так. Последнее, вот так. Немного масла растительного. Там еще сливочного добавляют, но у меня сливочного нету. Думаю, разницы нет. Если говно сливочное масло жарить, это и будет говно. Вот оно. Пошла. Жара. Ужас. 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 получится мокрым, потому что в апельсинах, ой, в мандаринах столько влаги. Даже смотреть на него не могу дать в сторону, пока его уберем с глаз долой. С чего начнем? Давайте вот с такой, наверное, легенькой закусочки. Здесь у нас яйцо, сыр и внутри оливочка с чесночком. И можно было еще орешек ставить. Честно скажу, вот еще раз, сейчас еще одну попробую. Бредовый рецепт, майонез, сыр. Оливку так пропитали, что вкус оливки не чувствуется. Оливку, когда ты ешь, ее хочется почувствовать, а здесь смазано. Даже структуры практически оливки не почувствовал. Так, оливки сами по себе отдельно пробовал. Вкусные, не зачет. Лучше вместо оливки грецкий орех положить в центр, грецкий орех. И да, чуть-чуть чесночка добавить. Так, вот этот ролл хочу попробовать. Смотри, какая красота получилась. Здесь у нас идет творожный сыр, зелень, красная рыбка и огурец. Вот этот соленый на терке. Вот это, это пачками на мандарины, кстати, можно было так вот, зеленушки, типа. Чтобы они больше на мандарины будут похожи. Вот так. Слушай, вкусный ролл, вкусный. А давай вот вот эту вот селедочку попробуем. Я тут в некоторую селедку видео смотрел, там надо один маленький кусочек селедочки ложить. Я побольше. Что-то на шубу напоминает. Только уже пережеванный. Не, вкусно. Лучше, чем вот эти вот. Там видео. Ой, давай тещу удивить. Так, давай вот этот. Мандарин. Тоже не моя тема. Вот этот слой моркови сверху, он сладкий получается. И ты ешь курицу. Курица со сладким вкусом. Вот серьезно. Ну, так необычно, да. Больше всего я хочу попробовать. Вот этот ролл. Так. Это что, не достается? Ну, короче, смотри, что получилось. Прямо как ролл, да? Вить бурда. Принимай работу. Слушай, на удивление интересно. По вкусу, да, как оливье. Но в необычной подаче. Короче, вот это вот. Номер один. На втором месте, наверное, вот это. Но шарики бы я делал поменьше. Вот такими примерно. На третьем месте оливье. Это на четвертом. Что-то заработать. И вот это на последнем. Нет, это не на последнем. Я знаю, что будет на последнем. Мокрый пирог. Зато пахнет вкусно, когда готовишь на кухне ванилью и мандаринками. Да. Типа шарлотки. Но очень мокрая мандариновая тема. Жалко продукты. Я реально, я почитал ваши комментарии относительно вот этого пирога. Ни одного хвалебного не было. Все, кто пробовал, говорят, полное говнище, отстой, параша. Жалко потраченных продуктов. Я не пойму, вот блогеры, тиктокеры, которые вот это вот снимают. Вам стыдно сказать, что типа, ой, это типа получилось говно невкусное. Говорите правду, что это параша полнейшая. Не надо даже пробовать. Выглядит красиво, необычно, когда ты жаришь мандарины в тиктоке. Миллион просмотров. Ну скажи, типа, отстой, не надо пробовать, ребят. Лучше яблоки с корицей тоже очень вкусные. Ролл я заценил, мне понравилось. Необычный. Там даже ролл был с селедкой, типа под шубой ролл. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. С вами был Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok